Приветствую вас, и давайте для начала скажем так, что вначале мы поговорим про ребенка немножко, а потом про вас. Я прочитал ваше письмо, ваш текст. Знаете, могу с уверенностью сказать, что не каждый человек, по крайней мере, не каждый древнестатистический человек способен так описать свою жизнь. То есть, понятно, что вы не стремились описать именно свое существование, вы стремились описать скорее быт дочери и как бы часть своего быта в контексте ее, но получилось у вас это очень живо, очень ярко, и думаю, если вы захотели написать что-то большее, то у вас это бы получилось. То есть, вы смогли бы написать еще больше. И, знаете, вас приятно читать, вас интересно читать. Вот, имея некоторое отношение к писательству, я тоже немножечко увлекался написанием книг, вот, могу сказать, что у вас есть зарядки писателей. И, как же так, спросите вы? Я сказал, что мы поговорим про ребенка, а я начал про вас. На самом деле, речь не про вас. Речь как раз таки про ребенка. Делаю в том, что у вашей девочки, судя по всему, именно задатки творческого человека. Так же, как и у вас. Именно задатки творческого человека показывают ее оторванность на реальной жизни. Ее стремление погружаться в постоянный вымышленный мир. По сути, ее образное мышление. По сути, постоянные игры. По сути, постоянное исполнение каких-то ролей. Неудовлетворение реальным миром. Это все задатки писателя. Это все задатки человека, который обрабатывает очень большим творческим потенциалом. Все знают, что самые великие поэты, великие писатели были немножечко отстранены от реальной жизни. И вы в процессе своего взросления, в процессе жизни, смогли, как бы сказать, адаптироваться к реальной жизни. А ваша дочь пока еще этого не сделала. Почему не сделала? Потому что быть, обстоятельства, позволяют ей этого не делать. И в вашей семье господствует такая классическая схема плохого и хорошего копа. У вас есть папа, который ребенка балует. Есть вы, который относится к ребенку чуть более строго. И вы знаете, все зависит от того, что вы сами хотите для своего ребенка. То есть, то, что вы описываете, безусловно, есть проблемная ситуация. Но проблемная ситуация с какой стороны? Вот, если говорить про именно избавленность девушки. То есть, то, что она капризничает, то, что ей постоянно нужны подарки и так далее. То, вы знаете, здесь еще нельзя сказать, что вот ребенок уже сформировал какую-то свою возницу относительно этого. Она попыталась, она попробовала так себя вести, у нее получилось. И теперь она ведет себя так постоянно, просто потому, что так получается. Если вы хотите, чтобы она меньше зависела от, собственно говоря, подарков, от удовлетворения своих желаний, то с ней необходимо разговаривать. То есть, она достаточно умный ребенок, чтобы понимать, что вы не всегда можете ей предоставить то, чего она хочет. Но проблема заключается в том, что она не верит в это. Потому, что сейчас такой возраст, когда маленький человек начинает противопоставлять себя всему миру. И вот это вот бунтарское настроение, которое выражается у нее в игре, наглядно это доказывает. И здесь можно было бы сказать, что вам повезло, что она лишь только, скажем так, бунтует в игре. Ну, я не скажу, потому что видно, что у вас не получается, как бы, набрать ее в то русло, которое вам хотелось бы. То есть, музыка и басилья. Ну, хорошо. Хорошо. Если за аксиому взять тот факт, что она творческий человек, она строит, творческий, то можно попробовать предложить ей самостоятельно подумывать историю. И эти истории записывать. Или набирать на клумято, на компьютер. Попробовать записать ее в художественный кружок. Именно в художественный кружок. Там, с точки зрения того, что вы описали, то есть, с точки зрения напряжения, не придется прилагать усилий, для того, чтобы осуществлять деятельность. Там, в художественном кружке, как раз таки и будут создаться творческие идеи, творческие какие-то моменты. И, возможно, именно там, а то-то мне подсказывают, что, скорее всего, именно там, ваш ребенок и найдет себя. То есть, вам для себя не нужно определить, чего вы сами хотите для своего ребенка. Если вы хотите, чтобы она росла и развивалась так, как считаете вы нужным, то есть, если у вас есть четкий план, то тогда нужно этого плана придерживаться. В этом случае нужно поговорить с папой, нужно поговорить, собственно говоря, с другими родственниками, если они есть, чтобы иметь такую единую позицию в отношении нее, чтобы папа ее не баловал, чтобы ребенок четко понимал, что если она будет что-то делать, то она будет что-то получать. Если она не будет ничего делать, то она не будет ничего получать. И так вы сможете приучить ее при желании к порядку, так вы сможете при желании приучить ее к ответственности. Но все это будет происходить, естественно, постепенно, естественно, через какие-то крики, через наши конфликты и так далее. Вопрос в том, готовы ли вы к этому и хотите ли вы к этому. Если да, то тогда необходимо выработать, значит, стратегию максимально четкую, желательную и постепенно ребенку это доносить. То есть, у вас есть к этому возможность, то есть, девочка достаточно умная, девочка образованная, девочка способная и уверен, что она все прекрасно понимает. Но знает, что можно вести себя так, как она себя ведет и поэтому продолжает именно такой, такой линии поведения придерживаться. Либо же у вас есть, значит, вариант раскрыть ее творческий потенциал. Дело в том, что далеко не все родители, особенно в наше время, увлекаются, знаете ли, сюжетными играми. Увлекаются, знаете ли, книжками и сказками. Ну, что уж там говорить, большинство детей сидит либо в планшете, либо в компьютере. Я думаю, что это не является какой-то особенной новостью для вас. И, по моему мнению, задатки у вашей девочки достаточно серьезные, чтобы эти задатки рушить. То есть, если вы будете стараться приблизить ее к реальному миру в той форме, в которой была озвучена РАЗО, то, возможно, ситуация, при которой все свои навыки, все свои склонности девочка потеряет. А желание, значит, противопоставлять себя окружающим будет проявляться уже в другом. Не выиграв. А в чем-то более реальном. В поведении, в поступках и так далее. Сейчас вы говорите, что она добрая. Сейчас вы говорите, что она умеет жалеть. И свою жестокость, которую, кстати, дети проявляют всегда, она реализует в играх, реализует в сказках. И это на самом деле хорошо. Хорошо, что она реализует ее именно там. Потому что, если бы она, как другие дети, реализовала это в реальной жизни, то было бы гораздо хуже. И вам, если вы хотите идти по этому пути, очень желательно предоставлять ребенку возможность вот этот вот свой потенциал развивать, применять его. Сейчас она пока читает книжки сама. То есть она читает, она познает мир, она наполняет себя. Предложите ей самостоятельно творить. Уверен, ей это понравится. И, возможно, это будет ее призвано. Возможно, это будет то, чем она будет заниматься в службе. Но в любом, в любом случае, нужно попробовать. И вот тут, вот тут, и проявится, собственно говоря, корень проблемы. Если она не захочет заниматься этим, то есть если вот при всем ее творческом потенциале, она не захочет заниматься этим делом, то имеет место избаловаться. И тогда, возможно, придется все-таки придерживаться стратегии ответственности, о которой было сказано ранее, и как-то приучать девочку к порядку. Потому что, ну, объективно, если сейчас ее такую пассиву можно рассматривать именно как неприятие подобного образа жизни, как противоречия между ее потребностями, между ее стремлением, между ее склонностями и того, что требует от нее реальной веры, то после того, как ей будет предоставлена возможность для реализации своего потенциала, и если она этой возможности не воспользуется, то она рискует оказаться аутсайдером. То есть, по сути дела, это человек, который абсолютно и полностью не приспособлен к жизни. И вот здесь и тогда вам ее необходимо будет приучать ее к каким-то реальным навыкам существования. И уверен, что если она любит читать, она любит подарки, книжки там и что-то еще, то она очень быстро уловит вот эту вот связь между тем, что нужно нечто сделать, нечто осуществить, чтобы что-то получить, а не просто так, значит, без препятствий, но получать все, что она хочет. То есть, ребенку нужно постепенно, постепенно, значит, развиваться именно в сфере реальной жизни. И это будет тяжело, и к этому вам нужно быть готовым. Так да. И вот теперь, собственно говоря, мы поговорим про вас. Вы знаете, у меня согласилось впечатление, что вы очень устали очень сильно погрязли в рутины какой-то. в рутине, значит, жизни, в рутине быта. И, безусловно, вас можно понять. У вас два ребенка достаточно тяжело вам все это делать. Я понимаю. Но, если то, что мне показалось справедливо, то есть, вы тяготитесь в жизни немного. Вы вот задали сами себе цели осуществить самое необходимое. То есть, поддерживать хозяйство, поддерживать здоровье, нас ждет своих, что на семье, и все. Вы прекратили личностно развиваться. Вы прекратили куда-то стремиться. Вы перестали куда-то двигаться. То есть, по сути, вы застыли на месте. И вы стремитесь к тому, чтобы ваше существование было, скажем так, цикличным. То есть, свою защищенность, свой идеал, вы видите в том, чтобы раз-два раза в каждом день совершать примерно одно и то же. И, значит, таким образом чувствовать защищенность. Проблема в том, что для детей, тем более для творческих детей, которым является ваш ребенок, подобное поведение, ну, совершенно неподходно. Более того, оно гнетет у человека маленького, оно заставляет его, собственно говоря, убегать от реальности. Потому что реальность для такого ребенка очень серая, очень скучная. Родитель, который не умеет веселиться, который не умеет радоваться жизни сам, не может научить делать это у своего ребенка. И большое счастье, что ваш ребенок самостоятельно находит отдушину в мире, скажем так, грез, в мире иллюзий. Что, опять-таки, является хорошей средой для формирования творческой личности. Но вам, вам необходимо самостоятельно в своей жизни все-таки что-то менять. И менять не обязательно сразу все. То есть, понятно, у вас есть образ жизни, понятно, что у вас есть определенный набор дел, которые вам нужно обязательно осуществить в противопротивном случае и хозяйство будет испытывать регресс. Это все понятно. Вам необходимо на самом-то деле немного. Вам необходимо найти для себя что-то такое, чтобы вас как-то расслаблял, чтобы вы ощущали вкус жизни. Вот сейчас не складываются ощущения, что вы чувствуете этот вкус жизни. Когда вам у вас есть семья, есть дети, вы успешно реализовавшаяся женщина, но вы не чувствуете вкус жизни. Вы словно знаете, несвободный человек, который обязан делать все то, что он делал. По крайней мере, именно так вы выглядите для своего ребенка. И вот это наводит на мысль о том, что вы сами не удовлетворены жизни. Вы говорите, что у вас цели достаточно приземленные. Цели приземленные это хорошо, но желание и попрепенности от этого никуда не денется. Дело в том, что человеку для полноценного развития, для полноценного существования необходимо выполнять несколько ролей. Эта роль не только матери, но и как бы другие роли. Эта роль не только супруги, но это роль еще и любимой женщины. Эта роль не только работника, который пришел на работу в тех лет, что нужно и ушел. Эта роль человека, деятельность которого востребована. Эта не только роль друга, но это роль социально активного человека, который чувствует, что его действия имеют отклик у общества. Понимаю, вы сейчас наверное думаете, что это такие вот клещированные прасы, которые я говорю, и в общем-то это все мало осуществимо в вашем случае. На самом деле нет, потому что понимаете, никто не говорит вам менять, что это свое время очень резко, очень сильно. Никто не говорит вам делать то, что вы не можете, то, что выше ваших сил. Я бы хотел просто, чтобы вы пересмотрели некоторые аспекты своей жизни для того, чтобы убрать из нее все то, что не вызывает у вас для вас самой никаких эмоций, что делается просто на автомате, и вместо них добавить какие-то элементы, которые бы вызывали у вас положительнее человечества. Это пересмотр отношений со своим мужем. Ну, то есть, изначальное письмо получается так, что вы немного себя ему противопоставляете. То есть, вы не очень одобряете поведение отца, детей своих, вы считаете, что он набирает на них баллы, и отсюда можно предположить, что у вас есть в отношениях некоторые проблемы. Если такие проблемы есть, то их нужно решать, их нужно как-то освучивать, их нужно обозначать, с ними нужно что-то делать, потому что если неодумаемый вашим мужем есть напряженность, то эта напряженность она чувствуется детьми, и детям она не нравится. Детьми она переживается очень болезненно, и это может способствовать как раз-таки нежеланно находиться в реальном мире. Это может способствовать как раз-таки потребности уйти из него. Это может способствовать потребности жить в придуманном мире. Далее, если ребенок видит, что вы живете по принуждению, то есть вы выполняете все, вы делаете все, но при этом вы не радуетесь, при этом вы не испытываете ярких эмоций, не улыбаетесь там, допустим, или что-то еще, то ребенок автоматически понимает, что вам не приносит удовольствие это самое реальное. Вы взрослый, у вас куча забот, но эти заботы ничего хорошего, кроме вот этой вот обязанности вам не несут. И ребенок думает, а почему я должен так делать? Зачем я буду делать это, если мне это не нравится? А зачем я буду делать это, если кроме негатива мне этого ничего не несет? Я лучше буду развлекаться. То есть ребенок в первую очередь всегда выступает наблюдателем. Наблюдателем по отношению к поведению своих родителей. И как родители себя ведут, так и ребенок реагирует на это и ведет себя по-своему. Вначале, когда ребенок маленький, он ведет себя как бы к нему подражает, к нему подражает своим родителям. Но он подражает не только родителям, подражает по-сути всем. То есть вот как ваша девушка например начала подражать тем вот персонажам из видео, которые делали сценки своими игрушками. И это уже более высокий уровень подражания. Это уже не слепое подражание, это подражание тому, что ребенок сам для себя считает правильным. То, что ребенок сам для себя считает уже хорошим. Это означает, что у вашего ребенка, у девочки появились свои ценности некоткие, свои какие-то идеалы, свои представления о том, что хорошо, что плохо, что нравится, что не нравится. И у вас в общем-то осталось не так много времени до начала переходного периода, переходный период с 11-12 лет начинается. то есть когда человек уже становится обростком, то есть он переходит в принципиально иную стадию своего роста, когда ребенок начинает уже откровенно протестовать против своих обязанностей, против своих каких-то там окружающих и так далее. До этого периода осталось не так много времени и вы можете сделать сейчас только то, чтобы показать банку на собственном примере, что выполнение реальных дел, реальных обязательств не такая уж плохая участь, что это может приносить удовольствие. Для чего вам необходимо самую для себя спросить, чего вам на данный момент времени не хватает, в чем выносить, ну да, какие у вас есть проблемы, лично у вас и постараться это, то, чего вам не хватает, получить. Больше улыбаться, больше радостей. Не назовя ущерб делам реальным, стараться совершать маленькие поступки, маленькие поведенческие действия стандартные. Не только потому, что это нужно, а потому, что вы этого хотите. отлучить больше, наверное, свои желания. Отдавать себе отсчет своих потребностей и реализовать их. Понимаете, на данный момент вы не производите впечатление человека счастливого, счастливой мамы. Напротив, вы производите впечатление уставшей мамы. Мамы несчастные. Несчастные. И ребенок рядом с несчастной мамой имеет два пути, развить, два пути, значит, существовало, два направления. Первое, это свой путь, то есть, как бы, ограждение от жизни матери, жизни родителей, потому что ему не нравится это. Второе, это следование ему. И ваш ребенок в силу природных данных, в силу, значит, того, что, видимо, у него хорошо равный интеллект, выбрал свой путь. И вам сейчас нужно показать ему не точный путь ребенка неверный. А то, что ваш путь обладает некоторыми плюсами. Для этого нужно все-таки стараться удовлетворять свои потребности, стараться все-таки обрести какую-то внутреннюю гармонию, не жить, как вы сейчас живете полностью не для себя. Нужно жить все-таки для себя, нужно получать удовольствие, нужно улыбаться, нужно больше радости приносить жизни. И понятно, что ваши возможности ограничены, но они есть. именно на пользоваться. Для этого необходимо понять, в первую очередь, что вам не хватает. Какие у вас есть насущные проблемы, которые вам мешают. Может быть, это проблемы с мужем, может быть, это проблемы на работе, может быть, это проблемы с организацией ваших деятельностей, со способом свободного времени и так далее. Но нужно, чтобы вы были более живы, чтобы вы были более активны, вы были более естественны и более в общем, чтобы вы были счастливы. Это очень классно. Дальше, что касается наджерненная система ребенка, о которой вы говорили. связано это с тем, что, как вы описали, ваша девочка достаточно нервная и там, где другой ребенок, как вы говорите, надул бы губки, она кричит. Вы связываете это с нормой системой. А вот со стороны кажется, что это такое средство манипулирования. Вэм. осознанно или не осознанно неважно, но это средство манипулирование. Девочка знает, что если она просто надует губки, то вы не обратите внимания на это и не дадите ей то, чего она хочет. А если она устроит истерику, то вы обратите внимание и постарайтесь ее успокоить. Вот это очень плохо. И от этого нужно ребенка избавлять. Как именно. когда девочка кричит, она переживает состояние аффекта. Вы этот аффект стремитесь завершить. То есть вы даете девочке желаемое и по сути дела завершаете аффект. Таким образом. Но правда заключается в том, что сам по себе аффект, то есть вот такое поведение яркое сильное эмоциональное переживание. Он не должен пребываться. Он должен полностью как бы завершиться самостоятельно. И вы понимаете, что этому ребенку нужно будет продолжить как бы в будущем самостоятельно и если она будет нервной, то ей будет достаточно тяжело. Не говоря уже о том, что нервные люди склонны к разного рода зависимостям и пагубным привычкам. Соответственно с этим нужно что-то делать. Первое. Показать врачу невропатологу может быть педиатру, чтобы ну исключить наличие как-либо заболеваний. Дальше и это важно дать понять девочке что ее критики на вас не действуют. Что вы воспринимаете ее реакцию ее поведение как не серьезно. И как только она перестанет видеть положительный результат от своего поведения начнется научение начнется процесс научения при котором нужно будет искать другие поведения другие линии другие форм поведения чтобы получать желаемое и вот здесь вы самостоятельно зададите ей ориентир вы скажете что если хочешь что-то получить если хочешь что-то от нас тогда говори спокойно кричишь ты автоматически ставишь между знанием стен потому что крик это эмоции когда человек кричит он не способен разобрать раунд вот это своему любовку вам постоянно внушил и соответственно пристает реагировать на ее крик и тогда при отсутствии заболеваний соответствующих которые как бы обуславливают подобное поведение то есть если это психологический выбор вы отучите ребенка от того снимания кричала просто путем осознания что ничего хорошего криком не добиться и это родит более серьезное более взрослое поведение более расследительное поведение и создаст для вас больше возможности диалога ну и в завершении в заключении хочется сказать вам вот о чем есть форма общения родитель ребенок ребенок родители выступают как наставник родители выступают как упора как главный партнер в игре ребенок выступает как ведомый как человек обвиняется в защите в ласке в тепле и так далее но вы знаете что ведь дети очень быстро растут очень быстро растут и само по себе общение родителей ребенок является к сожалению деструктивным потому что чисто в чистой своей форме это общение всегда неравномално оно строго подчиняется подчиненным родители подчиняются ребенка родители сказали ребенок сделан ребенок ребенок находится вне свободы и поэтому необходимо формировать по крайней мере стараться формировать партнерские отношения договорные отношения чтобы с одной стороны переступать вот эту черту родителей ребенок при которой вы в принципе не можете друг другу доверять полностью при которой вы в принципе не можете общаться на равных потому что вы позиционируете себя изначально как родитель и развивать тем самым у ребенка ответственно за его поступки не ругать не учить не читать морали а давать ребенку свободу но при этом показывать ему что у каждого поступка есть свои последствия и что вы не против этих последствий что вы не будете осуждать ни сами поступки ни последствий но вы будете их принимать и вы не будете делать ничего чтобы нежелательные последствия исправлять потому что ребенок сам их создал и только он сам же их устраивает если при этом вы общаетесь с ребенком доброжен позитивно абсолютно не меняете форму вашего общения то ребенок понимает что все зависит от всего и чем быстрее он это поймет что как можно больше количества элементов в его жизни зависит только от него самого тем быстрее он подчеркнет ответственность тем быстрее он будет совершать те действия которые обдуманы которые несут ему пользу которые направлены на конструктивные имиджи будет совершать поступков глупых необдуманных инфектизных и для этого необходимо перестать ну по сути подыхать любому капризу девочки для этого необходимо выработать общую базу со стол чтобы отец все таки не баловал и или или напротив пусть папа балует как баловал пусть балует но делает это в определенный момент в определенное время более грамотно более выдержанно по времени и ситуации чтобы он не делал этого без причин допустим девочка сделала что-то хорошее что-то полезное и вы с ней договорились изначально что она за это что-то получит и тут папа вместо того чтобы дать ей то то о чем мы договорили дает ей больше что испытывает ребенок ребенок испытывает эффект неожиданности радость больше чем та что была начально при получении желаемого и соответственно следующий раз ребенок будет надеяться на то же самое и будет больше стимула для того чтобы как можно качественно выполнить то что требуется и получить желаемое то и сверх этого что-то еще и понятно что вы не можете каждый раз давать в два раза больше чем обещать это не совсем верно но какие-то приятные мелочи всегда можно найти ведь ребенку важен не сам предмет сейчас ребенку важен образ и то как вы это представите как вы это представите важен эффект неожиданности эффект стандарности и как можно больший отход от собственно говоря рефинированности существования на этом все надеюсь что помог вам я старался и желаю вам удачных успехов если какие-то вопросы еще будут обращаем удачных на удачных